Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Собервижн. И у нас случилась, наверное, самая большая потеря за всю историю канала. Умерла матка австралийского муравья-бульдога Мермеция Реформис. Ну что, ребята, мы достаточно много надежд возлагали на эту матку, на то, что она сможет поднять своих первых рабочих. Делали какие-то определенные ставки, не знаю, не помню, делали кто-то там ставку на то, что матка ни одного не сможет рабочего поднять. Но кто делал ставку, что матка так и не сможет никого поднять, тот выиграл. К сожалению, матка умерла. Сейчас я вам расскажу о том, как это случилось. Все вы помните, что матка появилась примерно год назад на канале. И с самого начала с ней были какие-то проблемы. То у нее яйца не развивались, то потом вроде бы яйца развивались, появлялись личинки, коконы. Матка их вскрывала не вовремя. Один рабочий, который у нас появился, он немножко прососуществовал, примерно две недели. И после этого все-таки он умер по непонятным причинам. И в последний раз опять же матка вскрыла кокон не в то время, в которое нужно. Рабочий был еще не созревший и абсолютно не смог функционировать. Последняя кладка яиц, где-то около 10 штук, пролежала недолго, где-то недели две. После этого яйца начали белеть, как-то некоторые становились наоборот прозрачными. И в итоге через где-то недельку все яйца эти погибли. И последняя кладка яиц, которая у нее появилась, опять где-то 10 яиц. Я подумал, что вот с этой попытки у нас все получится. Я поддерживал необходимые ей условия, кормил часто. Но по каким-то непонятным причинам эта кладка в очередной раз умерла, не перейдя на стадию личинки. Матка начала вести себя странно. А когда матка себя начинает вести странно, это уже у нас первый признак того, что, скорее всего, она погибнет. Матка начала все чаще появляться на поверхности. Конечно, для таких муравьев-бульдогов это нормально, когда матка выходит, охотится, ищет себе корм, пропитание. Но здесь было видно, что в поведении что-то не так. Она без конца ходила возле одной из стенок, как-то пыталась туда пролезть, как-то через эту стенку упиралась туда хоботом своим, стояла, тупила на арене. Видно было, что в ее поведении происходит что-то непонятное. Если вы видите, что у вас маточка вылезла на арену, ходит как-то беспокойно, что-то ищет, куда-то пытается пролезть, пройти, то, ребята, не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, матка погибнет. У меня уже было так несколько раз, когда матки вылезали, начинали что-то искать, ходить по арене, и в итоге это приводило к тому, что матка погибала. Здесь первые признаки того, что матка чувствует себя не очень хорошо, были налицо. И это все привело к тому, что где-то после такого поведения, наверное, через неделю матка погибла. В один из дней я посмотрел на арену, и матка лежала в правом углу. Да, ребята, печальное событие, печальное, очень печальное. Но отчаиваться не стоит, потому что у нас, в нашем хобби, такое бывает. Несмотря на то, что кажется, что, блин, ну, матка очень дорого стоит, там далеко шла из Австралии, что по-любому надо как-то ее поднять, не всегда это получается. К сожалению, матка погибла. Ну что ж, на этом не будем расстраиваться, не будем отчаиваться. Будем продолжать увлекаться муравьями, содержать те семьи, которые у нас есть. И я думаю, уже ближе к осени у нас на канале появится новая семья. Какие это будут муравьи, я не буду вам сейчас рассказывать. Я могу сказать одно, что это будут интересные муравьи, которые еще не были у нас на канале. Поэтому, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк. И уходим немного погрустить, потому что у нас не стало австралийского муравья-бульдога. Всем пока.